Не надо искать в ней какого-то лада, И Виктора звать непременно Виктор. Поэзия — это сияние клада, Зарытого там, где не знает никто. Не надо грустить под ночную сурдинку, Что дар невелик, что не жаркие угли, И облачко тоже бывает с овчинку, А тень убегает до края земли. Не плачь, что темна и убогая избушка, Что в стоге соломы не видно иглы. Поэзия — это царевна-легушка, Живущая дальше полета стрелы. Поэзия — поле для вечного боя, Когда и в душе, и на небе война, Когда разрывается плача и воя На два полумесяца в небе луна. Поэзия, как предсказание инка, Как память еще не родившихся дней, Порой она тонкая, как паутинка, Но мир выживает, повиснув на ней. Стихи Михаила Онищенко. Вот так необычно мы решили сегодня начать наш эфир, Потому что сегодня, дорогие друзья, мы вас с большим удовольствием будем приглашать на фестиваль, Который как раз-таки носит имя Михаила Онищенко. О нем мы будем сегодня говорить, о фестивале, об участниках. О самом человеке, с которым знакомы наши гости, И, надеюсь, познакомитесь и вы. В общем, литературный фестиваль международный. Третий уже, я думаю, что с большим удовольствием о нем расскажут наши гости. Вам же напомню телефон прямого эфира. 202-11-22. Сегодня будем рады вашим звонкам. Задавайте свои вопросы, что-то уточняйте, интересуйтесь. Ну и, конечно же, для вас традиционно. Сегодня розыгрыш мы приготовили. Литературные вопросы, которые принесут вам приз, пригласительный билет на концерт Волжского народного хора. 13 октября, филармонию «Музыка вне времени». Я думаю, что достаточно такой хороший подарок, и за него стоит побороться. Ну, а я давайте представлю вам наших сегодняшних гостей. Стихи Михаила Онищенко, читала руководитель Центра чтения Самарской областной библиотеки Софья Сарамятникова. Здравствуйте, Софья. Также с нами здесь член Союза писателей России Владимир Плотников. Здравствуйте. Денис Домарев, руководитель Самарской областной организации молодых литераторов. Добрый день. Ну, здорово, что мы уже традиционно собираемся здесь накануне вашего мероприятия, накануне вашего фестиваля. Хочется, наверное, может быть, нашим зрителям, всем тем, кто сейчас нас смотрит, рассказать все-таки, кто такой Михаил Онищенко, именем которого назван фестиваль. Кто возьмет на себя такую миссию? Владимир, давайте. 24 ноября исполнится три года с той, в общем-то, грустной, с того грустного дня, когда не стало Михаила Силовича Онищенко. До той поры в Самаре он был известный поэт, ценимый поэт, и, в общем-то, о нем уже успел написать даже Евгений Евтушенко. Если верить биографии того же Евтушенко, он родился в 50-м году в семье литейщиков. Ну, в 77-м поступил в литературный институт. И вот здесь я хочу рассказать небольшую историю, о которой, в общем-то, мало, наверное, кто рассказывал. В полном соответствии с поговоркой, второй частью поговорки «Несчастье повезло», именно в день прощания с Онищенко я познакомился с его большим другом Владимиром Денисовым из Уфы. Так вот, Владимир Денисов, Михаил Онищенко и Евгений Чепурных, имена просто, по-моему, уже знаковые для не только самарской, но и всей российской поэзии, они составили, хотел сказать, великую тройку, но уже застолбили это название в свое время, блистательную, наверное, триаду, которая в 77-м году штурмовала литературный институт Горького, поступила в него и заняла, разделила комнату, в которой они проживали, делились планами, друг друга подпитывали. И, разумеется, все-таки энергетическим движком и творческим таким генератором идей и затей был Михаил Онищенко в силу своего темперамента. Но события складывались по-разному, тем более время было застойное. Институт он закончил уже спустя 12 лет. За это время он выпустил несколько сборников, уже через два года после поступления в институт. Но, думаю, львиная доля его стихов вышла уже после смерти поэта. Ну, как это всегда, в общем-то, и бывает. Прямо в год своей смерти, и даже через несколько дней после смерти, он не узнал про то, что стал победителем конкурса на стихи РУ всероссийского ресурса «Лучший поэт года». Вот. Ну, заслуженная награда, но, к сожалению, он об этом не узнал. Знаем теперь все мы. Потом Михаил Онищенко работал в различных ногтиражных газетах. Он стал лауреатом премии Николая Островского. В свое время это была престижная премия Полиникова самого. Он был пресс-секретарем, или просто работал, скорее всего, в пресс-службе самарского мэра. Потом порвал, в общем-то, со властью и общественной деятельностью всякие отношения, и уехал в Шалехметь, где и плодотворно трудился последние годы. Вот, наверное, вкратце так. В том числе написал и книгу прозы, где хорошие расшифровки сделал Шекспира, Александра Грина, рыцарских романов и так далее, «Квадрат тумана». Денис, а почему вы решили вот именно его именем назвать фестиваль? Кому в голову эта мысль пришла? Ну, вы знаете, мы вообще давно хотели нашей организации при поддержке Министерства культуры и областной милиотеки хотела давно сделать Всероссийский литературный фестиваль. У нас много интересных мероприятий в городе проходят, и среди театральных деятелей, да, там есть пластилиновый дождь, да, там театральный фестиваль, есть музыкальные фестивали всероссийские, международные. И мы решили, почему же литераторы хуже? Они, безусловно, не хуже. И мы решили сделать такой вот Всероссийский литературный фестиваль именно в Самаре. Но так сложилось, что вот когда эта мысль нам пришла, и в то же время примерно пришла трагическая весть о смерти Михаила Онищенко, и действительно этот поэт, который заслуживает того, чтобы о нем знали чуть больше, чем знают. Действительно, слава, наверное, она приходит всегда посмертно. И слова Евгении Тушенко о том, что это лучший подарок российским читателям за последние 30 лет, они чего-то стоят. Все-таки это величина в российской литературе. И мы решили популяризовать творчество не только Михаила Онищенко, но и помочь нашим молодым самарским ребятам раскрыться, помочь показать самарскую культуру и литературу через общение ребят, поэтов и прозаиков из разных регионов. Потому что, безусловно, вот когда люди собираются в одном месте, в одной точке, культурные, творческие, талантливые, это дает очень большой импульс для их собственного развития, дает большой импульс для развития города. И так сложилось, что вот фестиваль литературный, о котором мы долго мечтали, мы действительно три года назад впервые попробовали сделать и посвятили его памяти Михаила Онищенко. То есть это двойная задача. И помочь молодым ребятам в своем развитии, и напомнить всем ныне живущим, что жил такой замечательный поэт, как Михаил Онищенко. А вы семье, как бы, сказали его, они как отреагировали? Да, конечно. У нас на первом фестивале был, ну, не смог приехать его сын, правда, но, тем не менее, мы приглашали, он живет сейчас далеко, и обязательно говорили о том, что такой фестиваль проходит, они очень хорошо и к этому до сих пор относятся. Более того, мы вместе союзом писателей Самарской области выступили инициаторами установки памятника на могиле Михаила Онищенко. Мы сделали всенародный сбор денег, собрали определенную сумму денег и поставили вот сейчас на кладбище в Самаре, стоит на его могиле памятник в виде открытой книги и пера, который собран именно был людьми, неравнодушным к его творчеству, к его жизни, вообще к литературе в Самаре. Мне кажется, это вот такие акции, которые ни для кого не делают пиары или, как сейчас модно говорить, там попиариться, это неправильно и не нужно, но тем не менее, вот в памяти об этом человеке действительно мы пытаемся делать очень многое. Более того, вот хочется сказать, что сейчас много литературных фестивалей проходит. Вот я приехал буквально три недели назад из Оренбурга, где был тоже Всероссийский фестиваль. Через две недели я иду в Москву на другой Всероссийский фестиваль. Но наш фестиваль, как мне кажется, я не хочу хвалиться, но он обладает некой душевностью, неким таким подходом к тому, что каждый человек для нас ценен, который приезжает. Мы обязательно каждого человека встречаем, обязательно провожаем, обязательно делаем большую культурную программу, чтобы познакомить не только с этим поэтом, но и с культурой Самары, с Амарской Украины. Экскурсии, да, какие-то устраивать? Экскурсии обязательно у нас будут. И есть вот фестивали, допустим, имени Леонида Филатова, есть фестиваль имени Сергея Довлатова. Но это имена, которые уже известны, и при всем уважении к ним, они дополнительной рекламы не требуют, да, раскрутки. И фестиваль это очень хороший, действительно, но вот, наверное, нужно вспоминать в первую очередь о тех людях, которые были в свое время незаслуженно забыты, и о которых нужно сейчас напомнить, для того, чтобы культура в нас во всех поднималась на более высокий уровень. Вот такие основные задачи. А приедут к нам в этом году 50 человек со всей России, ближнего зарубежья. У нас есть Казахстан, Украина и самые дальние точки России. 50 лучших поэтов и прозаиков от 18 до 30 лет, которые прошли отбор. 200 заявок было, 50 лучших у нас в Самаре будут. Софья, ну, ты принимала участие в отборе? Ну, как обычно, да. В библиотеке, это, по-моему, неравнодушно всегда к такого рода мероприятиям, и в том числе и центру чтения вашего. Ну, естественно, мы единая команда, которая формирует вот и программу, и контент на открытие, и непосредственно следит за участниками, чтобы все было хорошо. Ну, в чем пишут сейчас современные авторы, поэты и прозаики? Есть какая-то, ну, красные темы какие-то, которые их объединяют? Мне кажется, да, ну, как всегда, из года в год это городская, философская лирика. Хорошо, что стала меньше любовной, слезливой, потому что немножко... Хорошо, это хорошо? Это очень хорошо, потому что слишком личные, наверное, не нужно отдавать на конкурс, пусть они будут... При себе. При себе, да. Качество, наверное, в этом году произведений получше, чем в прошлом, то есть по каким-то моим личным оценкам. Ну, и да, немножко грустно, немножко такая милхоличность присутствует. Ну, осенью, вы специально, я так понимаю, выбираете такое время года, чтобы... Да, каких-то особо жизнерадостных произведений не наблюдается, но это не значит, что они плохие. Я не знаю, кто из классиков выдающихся пишет такие вот позитивные, и чтобы все... Жизнерово-рождающие. Да, поэтому я думаю, что плодотворно у нас пройдут все эти дни, потому что и самим мастерам интересно почитать было эти произведения, потому что у нас есть три группы, то есть две группы поэзии и одна группа по прозе, то есть совершенно разные мастера занимаются разными жанрами. И вот уже Евгений Петрович Чепурных, который является одним из мастеров, дал определенные оценки. И все это услышат наши участники непосредственно в днях. Услышат и примут к сведению. И примут, да, надеюсь, к сведению вот во время проведения фестиваля. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если есть какие-то вопросы к нашим гостям, задавайте, не стесняйтесь. Но у меня к вам первый литературный вопрос. У этой народной русской сказки автор, оказывается, все-таки есть. Это Владимир Иванович Даль. И в этой сказке героиней является птица. Что же это за сказка? Звоните 202-11-22. Владимир, вы заявлены как мастер, как человек, который будет руководить какой-то секцией, я так понимаю. Расскажите, чем вы будете заниматься? Я думаю, что мы разделим руководство секции проза. Та самая проза, о которой сегодня говорили. Я тоже начал ознакомление с прозаическими произведениями. Я совершенно согласен с Софией в том плане, что вот молодежная же все-таки это литература. К стилистике практически мало претензий. В общем-то, уровень очень хороший. Я имею в виду язык. Язык такой добротный. Единственное, но не хватает немножко жизнелюбия, радостности. То есть это приуныли, что ли, наши современные? Приуныли, да. И вот мне кажется, это просто будет на ухау, если кто-то возьмет и напишет какую-то такую не душетрепетную, а мажорную вещь. Ну вот мы спросим, у нас в следующей части нашей программы будут те самые авторы и поэты, и прозаики. Мы им зададим вопрос, почему как-то они немножечко тут приуныли. Но вообще, я так понимаю, 50 человек, они будут в течение вот этих практически трех дней как-то погружаться и в самарские какие-то реалии. Вы будете постоянно нон-стоп. У нас есть фотографии, которые я нашла на просторах интернета, в социальных сетях. Давайте их посмотрим, а вы нам расскажете, что там, кто там. И, собственно, может быть, что-то интересное вы нам повествовать сможете. Ну, у нас действительно открытие всегда происходит около областной библиотеки или внутри областной библиотеки. В этом году оно будет 15 октября в 11 часов. Мы всех с удовольствием приглашаем, потому что там будет программа, интересная не только участникам, но и любому человеку, зашедшему внутрь библиотеки. Вот как раз один из мастер-классов, который в библиотеке проходит. У нас будет на открытии чтение стихов Михаила Анищенко и других самарских авторов и исполнение песен на его стихи. И затем у нас люди переместятся в лагерь «Жигули», где и пройдут. Это взольное замечательное место у нас на берегу Волги, где будут проходить мастер-классы, семинары, лекции. Вот это вот с прошлого года у нас семинары и лекции, когда участники общаются с признанными писателями-поэтами из Самары, из Москвы. Как раз вот конференц-зал областной библиотеки, где у нас проходило и в том числе и открытие, и закрытие. Вот видите, сколько людей действительно было, и зрителей, и поэты, и прозаики. Кроме того, в этом году у нас еще намечается и поездка в село Ширяево, замечательное место. С экскурсией, да? С экскурсией, и где будет литературный вечер в том числе. То есть не просто... Бал какой-нибудь осенний. Будут читать стихи наши замечательные участники, молодые стихи самарских поэтов и представлять нашу самарскую литературу на всероссийском уровне. И у нас будет также экскурсионная программа. Но самое главное, это вот такое общение в рамках мастер-классов, когда люди из разных городов... Вот у нас была даже поэтическая ринг «Битва городов». В этом году тоже будет? В этом году мы... Каждый год мы меняем программу и схему проведения, чтобы каждый раз участникам было интересно. Будут немножко другие фишки, немножко другие предприятия. Такое разное мнение у жюри. Кстати, да, у меня 4, 1 и 3. Это значит, что литература, она не куплена, да? Оценки не были куплены, люди оценивали так, как они считают нужным. И главное, вот это общение, после которого каждый молодой автор получает импульс, который ему хватает для того, чтобы в дальнейшем писать, творить в течение года и создавать все новые, лучшие произведения. И действительно, это не только для самарской литературы хорошо. Это вообще хорошо для литературы, для культуры в целом. Когда говорят, что молодежь у нас непонятно, чем занимается, да? Она там не литературная, не творческая, не культурная. Вот такие фестивали, не только наш фестиваль имени Анищенко, вообще все культурные мероприятия в Самаре показывают, что у нас очень много творческой, талантливой молодежи, которую мы стараемся поддерживать, которая будет расти и помогать нашей стране. Может быть, это пафосно, но становится лучше, культурнее. Это с вашими руками, вашими действиями, конечно. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ирина. Ирина, кто ваш любимый поэт? Мой любимый поэт Есенин. Вот, это очень хорошо. Я ожидала, что, может быть, как раз-таки лирика какая-то такая вас затронет. А женская какая-то такая вот, я не знаю, лирика, какие-то женщины выдающиеся, может быть, что-то... Ну, она смотрит. Ну, понятно. А самарских авторов каких-нибудь знаете? Ой, к сожалению, нет. А вот надо браться целиком и полностью. Давайте тогда сейчас с вами выясним, что же за птица и что же за сказка, как казалось, может быть, многим русская народная, но имеющая автора Владимира Даля. О чем мы говорим? Мы говорим о курочке рябе. Конечно. Вы знали или где-то прочитали сейчас? Нет, я догадывалась. Я про единственную курочку знала сказку. Понятно. Спасибо большое. Это правильный ответ. Отправляйтесь на концерт Волжского народного хора. Наверное, может быть, надо по городу, я не знаю, вирусную рекламу запускать с цитатами самарских авторов, на каких-то билбордах, площадках, остановках. Так они есть. Есть. А где это можно найти? Огромные щиты администрация нашего города сделала. Там есть цитаты и биографии самарских авторов. Да, может быть, это должно быть поярче, чем стенды с рекламой, но, тем не менее, они есть. Их достаточно много. На площади Куйбышева у нас стоит целая серия стендов, где про самарских авторов есть информация, которые сюда заезжали, жили или что-то связаны с самаром. Понятно. Я вот почему спросила, я хочу предложить вам посмотреть такой опрос интересный. Мы задали на улицах города про любимых поэтов. Весьма интересный ответ мы получили. Давайте посмотрим. В свое время роберт Рождественский, Евтушенко, а сейчас на современном этапе не могу сказать, кто любимый. Вообще русская поэзия сильна? Она была сильна, а сейчас я бы не сказала. Но современник есть, Антон Рева, я не знаю, знаком ли он кому-нибудь, а из классики, не знаю, не особо любитель. А что-нибудь процитировать можете? Нет, наверное, нет, не смогу. Ну, наверное, Булгаков, я так думаю. Какое произведение его? Мастер Маргарита. Что-то такое. А как давно перечитывали? Перечитывал, ну, наверное, где-то год назад, наверное, в последний раз. До этого долго очень пытался прочитать. На пятый раз, наверное. Сергей Семин. А какие любимые произведения? Ну, произведения какие любимые? Ну, они же с отрывками в основном, поэтому я вам читать, я думаю, незачем вам. Ну, я, в принципе, всю его поэзию, я как бы отношусь к ней очень хорошо. Ну, знаете, к поэзии, конечно, хорошо отношусь, но я не понимаю, вот, любимые, их много, и есть любимые какие-то произведения, а вот так, что вот я обложилась там, и засыпала, и вставала с Пушкиным там, или, я не знаю, с Мандельштабом, наверное, такого нет. Скорее всего, это Пушкин будет. Наверное, это самый великий поэт. Очень мне нравится. Ну, вот такие. Если, друзья, вы найдете произведение Михаила Булгакова в стихах, принесите нам в редакцию, пожалуйста. Очень хочется почитать, как это выглядит. Очень забавные, конечно, ответы, но вот, пожалуйста, срез общества на улицах города. Люди затрудняются, процитировать что-то, затрудняются, как-то так вот, я не знаю, что-то такое вспомнить, хотя бы из школьной программы. Беда, совсем беда. Но, тем не менее, каков, может быть, итог вашего фестиваля, если мы сейчас будем с вами прощаться и встречать молодых литераторов, за что они борются? Каков приз, или, не знаю, каков, может быть, действительно результат этого фестиваля? Ну, в первую очередь, мы не хотели бы делать из литературного фестиваля какую-то чемпионат. Битву, конкурсы. Это спортивный чемпионат, да, когда ты придешь первым и получишь там статуэтку или золотую медаль. Это, наверное, все-таки не область культуры, это область спорта, каких-то, таких вещей. Но, тем не менее, участники, во-первых, у нас все будут опубликованы в журнале «Молодежная волна» в литературном областном журнале, поскольку они уже отобраны, они уже стали некими лавуреатами. Затем у нас несколько авторов по итогам этого конкурса фестиваля будут рекомендованы вступления в Союз писателей России. Как почетно, хорошо. Да, это очень почетно, их не так много. Это действительно почетное звание и надеюсь, что кто-то из самарских по полной 3D членов Союз писателей. И, кроме того, по решению матеров некоторые участники будут рекомендованы на участие в других всероссийских фестивалях, в других городах, куда будут приглашены. Вот, наверное, это основные результаты, но и главное это общение, и главное их произведения. Знакомства какие-то. Произведения, которые они потом создадут и которые будут интересны не только им самим, но и тем же жителям, которых мы опрашивали, которых узнают, надеюсь. Это очень здорово и очень похвально. Ну что, я вас благодарю за то, что вы нам рассказали. Ну а сейчас практически черед тех самых молодых и тех, кто, может быть, действительно создаст ту самую культуру, культурную Самару, о которой будут говорить спустя десятилетия или даже столетия, их имена уже можно прочитать, как уже сказал Денис, в молодежной волне. Я думаю, что это уже определенная память для города, для всех них в том числе. Ну, ждем уже совсем скоро молодых литераторов, поэтов, прозаиков. Прозаиков здесь, в нашей студии. Через пару минут не переключайтесь. Улыбнуться, ну, я вообще часто улыбаюсь. По каким-то определенным причинам? Нет, не по определенным причинам. Никаких определенных причин. Нет, ну просто я не вижу веских поводов для грусти. Сестра. Встреча с сестрой. Все. Вообще часто в жизни бывают моменты, которые заставляют улыбаться? Да. Много. Это брат, сестра, мама, разные мелочи. Моя сестра тоже, потому что меня родственники мои постоянно заставляют улыбаться. Особенно моя сестра, она вообще самый родной человек для меня. Ну вот, во-первых, вы. Во-вторых, ну, какие-то такие положительные эмоции бывают каждый день. Итог. Белые и черные полосы. Ежедневные. Утро. Хорошая погода, солнышко. Ну и дальше по списку. А какие поводы для улыбок находите вообще? Всякие. Внуки. Ну, хорошая погода, приятное сообщение. Что-то красивое вокруг себя. Настроение хорошее. А вообще улыбка помогает жизни? Всегда надо улыбаться. По жизни помогает. Ну, какие поводы? Ну, как у детей дела. Работать я уже не работаю. Хорошая погода, солнечная. И счастливые моменты в жизни. А вообще часто улыбаетесь? Да. Очень я счастливый человек, всегда улыбаюсь, стараюсь не гласить. Ну что ж, мы сегодня вас приглашаем на фестиваль, который уже в третий раз проходит на нашей Самарской земле. Всероссийский, а ныне международный, как выяснилось, фестиваль имени Михаила Онищенко. Молодые литераторы на него собираются, встречаются, общаются, делятся своим творчеством, чему-то учатся, какие-то, может быть, новые знания, увозят в свои города. Да, это 50 человек из разных городов России, не только России, Казахстана, Украины. Я думаю, что этим стоит гордиться тем, что в нашем городе такое событие происходит. С 15 по 18 октября. И вот как раз таки 15 октября в 11 часов в областной библиотеке будет открытие. Приглашаются все желающие, вход свободный. Если вы к литературе человек неравнодушный, если вы вдруг в себе какие-то таланты уже ищете, может быть, они есть, и все стесняетесь, можно прийти, посмотреть, как это бывает, а уж на следующий год, заявиться и поучаствовать. Ну, а я с большим удовольствием вам представляю наших молодых литераторов, наших гостей. С нами здесь член Самарской областной организации молодых литераторов, поэт Екатерина Агеева. Катя, здравствуйте. Прозаик, победитель международного семинара-совещания «Мы выросли в России» Александр Курошин, здравствуйте. И Татьяна Губанова, поэт, участник литературной студии «Лабиринт творчества», здравствуйте. Катя, ну давай начнем с тебя. Как молодой литератор, уже член Самарской областной организации, почему ты решила в этом году заявиться на этот фестиваль и что он тебе дает? Не первый год ведь уже участвуешь. Да, можно сказать, я сторожил фестиваль. Да, я с первой организации фестиваля подала заявку. Участвую, слава богу, отбираюсь. Меня не лишают возможности познакомиться с новыми интересными людьми. Что он мне дает? В первую очередь это новые контакты, интересные люди, потому что каждый раз я приезжаю, поражаюсь, как богата наша Родина разными взглядами молодых поэтов на этот мир, на эту жизнь, какие у них разные интересные манеры написания текстов. И мне очень нравится общаться с этими людьми потом в течение всего года. К счастью, есть социальные сети, когда можно написать через год «Привет, ты снова едешь, мы увидимся». Едет из тех твоих старых знакомых в прошлый год? Да, да, едут много людей, в том числе я даже уговаривала отдельно некоторых людей, ну, пожалуйста, ну, приезжай, мы все должны увидеться раз в год, это такая возможность. Поэтому все-таки мне очень приятно, когда приезжаешь на фестиваль, и ты как будто бы уже в кругу семьи практически. Ну, каково это, вот ты знаешь, что тебя отобрали там со всей России, туда же в это место, где вы будете в зольном, да, в лагере. Вот это вот общество такое, да, молодое, я не знаю, вот именно тех людей, кто, возможно, там, да, через лет сто появится в учебниках литературных, ну, вы наверняка об этом думаете, каково это ощущение, вот, что ты вот в этой среде? Ну, вот я не думаю в перспективе, как бы, мне больше интересно именно настоящее, я живу этими тремя днями по максимуму, пытаясь для себя каждый день что-то новое открыть, узнать. Безусловно, есть, конечно, волнение, потому что никогда не знаешь, чего ожидать. С каждым годом разбор текстов на фестивале становится все более строгим и упорядоченным, поэтому, если в первом, как бы, да, в первом фестивале все было еще достаточно так неуверенно, непонятно, все так сомневались в том, что надо говорить, что не надо говорить, какие тексты А тут уже все, рубят плечи. А тут уже, да, то есть, практически ты все три дня ходишь с огромными глазами такими, что происходит, мне больше никогда не писать, я должен уйти из литературы, и потом сидишь и следующие, там, три месяца после фестиваля... Перевариваешь. Да, должен ли ты писать или нет. Понятно. Саша, у тебя такие же ощущения? Ты первый раз поддаешься? Нет, я поддаюсь второй раз, да, похожие ощущения, но хотел обратить еще внимание, что очень приятно пребывать вообще в атмосфере литературного семинара, общаться не только вот с признанными мастерами литературы, но и со своими сверстниками, которые вышли из одного поколения, высказывать мнение об их произведении, слушать их мнение о своих, это не менее важно, чем авторитетное мнение признанных профессионалов. Ну вот ты у нас не поэт, ты никогда не писал стихов? Не пишешь сейчас? Нет, разве что к каким-то мероприятиям там... Поздравление, тост написать, понятно. Ну а твоя вот, я не знаю, лирика, как это назвать, твои произведения, ты прозаик, о чем ты пишешь? Что недавно вышло из твоего пера? У тебя есть какой-то литературный герой, или ты пишешь о чем-то таком, в общем? Ну разные, я пишу рассказы, зависит от того, что меня волнует, это в принципе люди, которых можно встретить на улице терзаемыми мыслями, проблемами, которые мне знакомы, которые знакомы моим друзьям, близким и так далее. Ты готов ходить с большими глазами и думать о том, уходить тебе из литературы или нет в этом году? Сложно сказать, зависит, конечно, от того, как оценят мое творчество на семинаре. А есть те, кто плакал, например? Да. Да? Такие были. Даже у нас была одна девочка, которая просто потом лежала на кровати в номере и сказала, я не выйду. Я никуда не пойду. Я переживаю. Она не ходила на обед, на завтраки, то есть реально просто вот вытаскивали насильно. А она справилась с этим? Ну да, в итоге благополучно пережила и вроде как бы даже пишет, продолжает. Не ушла из литературы. Это очень хорошо. Татьяна, ты в каком? Первый раз, второй раз? Я участвую первый раз. Страшно? Боишься вот так вот? Страшно, волнительно, но я в принципе морально готова и к оценке, и даже к негативной. Я наоборот жду и пытаюсь... Негативные оценки ждешь? Да, потому что это очень на самом деле полезно узнать, что о тебе думают не только люди, которые к тебе относятся хорошо. То есть такой какой-то, они же тебя любят, они тебя знают, они правду-то не скажут. Этот субъективизм, он как бы мешает. А тут как бы если люди объективно скажут то действительно, что они думают о моем творчестве, я надеюсь, что сумею это как-то учесть в дальнейшем. И пережить. И пережить, да. Горно, пережить. Друзья, у нас еще есть один литературный вопрос. Какому русскому поэту принадлежат эти математические строки? Мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Если знаете, кто это, звоните 202-11-22. Вы, я так понимаю, готовы к мероприятиям, которые будут проходить с 15 по 18. Уже знаете расписание. Вот что бы интересно было посетить, Александр? Вот ты как прозаик, куда хотел бы сходить, с кем бы хотел пообщаться? Ну, знаете, основное, что меня волнует все-таки на фестивале, это непосредственно сами семинары, само общение об литературе. Ко всему остальному я отношусь несколько спокойнее, но вот этого литературного общения жду с нетерпением. А готов уже сам, например, критиковать произведения своих сверстников, своих друзей, коллег по Перу? Пожалуй, да. Готов лучше, чем был готов вот в первый свой фестиваль, поскольку уже примерно могу представить и реакцию, и сам был в роли критикуемого. Но при этом, как бы понимая, что тут и вежливость, и искренность, они должны дополнять друг друга и уж прям критиковать и говорить, что завязывай не твое, нельзя человеку. Сожги все, что ты написал. Ну да. Вот мы в первой части нашего эфира с руководителями, организаторами говорили, что что-то приуныли молодые литераторы. Катя, хочу, чтобы ты прокомментировала ту ситуацию. Почему такое мнение создается? Почему так много чего-то такого вот, ну, серьезного, грустного отчасти, может быть, взрослого, такого уж прям великого? Мне кажется, что это проблема представления себя в новом свете именно в поэтическом образе. То есть у нас молодежь, как правило, наоборот, в жизни такая очень активная, может быть, даже немного ветреная. Поэтому ей хочется в поэзии больше сказать о чем-то, о чем она боится говорить со своими друзьями, даже со своими родителями, уходить на какие-то серьезные проблемы, которые начинают действительно волновать. Пусть они волнуют даже, может быть, еще по-детски, по-подростковому. Пусть это тот же самый юношеский максимализм, но об этом надо говорить, потому что именно из этого рождается истина. А почему так вот любовная лирика-то под запретом практически? Как поэты живут с этим? С любовной лирикой все очень тяжело, потому что если ты... Стол пишут? Если срифмуешь «любовь-кровь», все, на фестиваль Онищенко больше никогда не возьмут. Это такие у вас демотиваторы. Хорошо. А любовь-морковь? Ну, это еще, если там с оригинальной, да, то можно. Понятно. Татьяна, но у тебя вот лирика посвящена в большей степени чему? Ну, конечно, наверное, любовная, каких бы там ни было запретов. Вообще вопрос весьма дискуссионный, конечно, по поводу, можно ли писать, нужно ли. Я считаю, что это просто определенный этап в жизни, вообще в творчестве каждого автора. И это не столько зависит от нашего поколения. Ну, то есть, в принципе, про любовь-то можно, только найти нужный интересный прием. Ну, только качественно. Качественно? Ну, друзья, ждем ваших звонков. Какому же русскому поэту принадлежат эти математические строки? Мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Если вдруг знаете, будете, звоните нам, пожалуйста. Билет на концерт Волжского народного хора «Музыка без времени», «Фиталармония», 13 октября. Мы вас приглашаем с большим удовольствием. Ну, вопрос у меня такой. Вот смотрите, выступление в Союз писателей России. Еще никто из вас не член Союза писателей Самарской области России. Для вас это почетно? Безусловно. Это очень ответственно. А чем эта ответственность? Ну, это ответственно тем, что ведь не только организация дает тебе, но и ты должен что-то давать организации. То есть, как минимум, ты должен приходить с какими-то интересными идеями, с осознанием самого себя и своей помощи для развития Союза. Потому что нельзя просто вступить и забыть, и ходить везде показывать корочку, что ты член Союза писателей. Нужно все-таки как-то участвовать в деятельности, предлагать что-то новое свое. А что бы ты предложила? Что бы я предложила? Да, ну вот. Допустим, вот представь гипотетически, ты член Союза писателей России. Я бы предложила устраивать встречи с молодежью. Потому что мне кажется, что сегодня в Союзе писателей России существует достаточно большой разрыв между уже достаточно опытным мудрым поколением и молодыми представителями. То есть фактически они не имеют возможности даже контактировать друг с другом. Понятно. А у кого-то из вас есть уже напечатанные книги, вышедшие сборники? Сам из даты. Задумались. Участие в литературных журналах. Да. Ну вот, кстати, по поводу участия. Международный семинар совещания «Мы выросли в России» в Оренбурге проходил. Александр вернулся оттуда. Что значит быть победителем такого семинара? Что нужно было сделать? Ну, просто прислать свои рассказы. Ну, вот в частности про издание книги. То есть призом вот именно того семинара является сертификат на издание книги. То есть вот я готовлю сейчас в ближайшее время должна выйти до... Так волнительно, наверное, вообще невероятно. Да. Это действительно очень волнительно. Но и интересно тоже. Как-то такого опыта не было. Это определенный этап. Вот с того момента, как ты впервые пишешь в стол, там впервые кому-то показываешь. И вот когда говорят, что да, устраивает напечатаем, это, конечно, удивительное ощущение. А у нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Здравствуйте. Очень плохо вас слышно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Мы вас слышим. Надежда. Очень приятно. Надежда, отвечайте на наш вопрос. Кому же принадлежат эти строки? Пропала надежда. Надежда. Когда мы теряем надежду, это очень грустно. Надежда, попробуйте перезвонить, друзья. Ждем ваших звонков. Ну, я, наверное, в свою очередь хочу вам пожелать удачи, потому что, ну, я так понимаю, будет определенный момент соревнования, будет определенный момент какого-то соперничества, да? Вы же туда не соперничать едете, вы же едете встречаться с друзьями, узнать что-то новое. Первый раз вообще, тут вообще еще ничего непонятно, страшно и неизведанно. Ну, а для тех, кто побоялся в этом году податься, что можете сказать, что можете пожелать? Минутка у нас остается. Есть кто? Фестиваль Онищенко отличается гостеприимством. Мне кажется, это единственный фестиваль, которого действительно не нужно бояться в плане чего-то неопознанного и неосознанного. Он действительно, это действительно место, где тебя встретят, радушно примут все, расскажут, введут в эту атмосферу, и ты не захочешь оттуда уходить никогда. И из литературы в том числе. Да. Это здорово. Друзья, 15-18 октября Международный литературный фестиваль молодых авторов имени Михаила Онищенко приглашает вас. И сделаем обязательно перепост в нашей официальной группе программы «Универсальный формат». Напомню, что открытие состоится 15 октября в областной библиотеке в 11.00. Приглашаются все в ход свободный. Вам большое спасибо. Творческих успехов. Ну а вам, друзья, если вы чувствуете в себя какие-то таланты и дух творчества, не сидите на месте. Творите. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова